Власти Украины тоже занялись реформированием киноиндустрии в соответствии с новой идеологией. Киевскую киностудию имени Довженко возглавит режиссер Александр Янчук, автор целого ряда художественных фильмов, прославляющих украинских националистов, ставших на сторону фашистской Германии. И это на фоне полной информационной изоляции населения. Все центральные телеканалы и основные печатные издания возглавили ставленники Майдана. О том, как работает сейчас Украинское министерство правды, специальный репортаж моего коллеги Евгения Попова. Они неделю не спали, их не пускали в туалет, они постоянно мерзли. Им надевали мешок на головы, и они не знали, что будет дальше. От этого становилось жутко. В тюрьме они постоянно слышали, как щелкают затворы автоматов, слышали выстрелы, стоны и крики людей. И думали, я следующий. Мы мучили, то есть заставляли в разочи его гимнер российский. Из пневматики в него стреляли, если у него не получалось, я забывал слова. Украинские телеканалы пытаются представить невероятное очевидным. В Ростовской области эхо информационной войны тоже отдалось. Сюжет о том, что некая Григорьевка решила войти в состав Украины, в местных деревнях наделал немало шума. Внимание! Скоро территория Украины может существенно увеличиться. Люди единогласно решили провозгласить территорию своего села украинской. В знак протеста мы решили выйти из состава России и просоединиться к Украине. Для меня было бы честью служить в рядах украинской армии. Я готов прилагать все усилия для того, чтобы вся Ростовская область вошла в состав Украины. В конце автор коротко оговорился. Это инсценировка. Все герои – актеры. Но по интернету ролик разошелся уже без этих слов. Григорьевка в Матвеево-Курганском районе Ростовской области действительно существует русская, опрятная, добродушная южная деревня. Примерно 700 жителей. Репортаж украинского телевидения здесь многие видели. Село Григорьевка якобы хочет присоединиться к Украине. Может, вам это приснилось? Это очередная утка, вы понимаете? Это хотите, чтобы поссорить нас. А поднимите руки, у кого там родственники и знакомые на Украине есть. Весь зал. Я звоню своим родственникам. Она говорит, боже мой, кумушка, что там у вас делается? Я говорю, что делается? Да у вас там танки, да у вас там уже БТРы стоят. Я кума, милая, откуда? Ты шо? У нас там сеют и пашут, а там бурьяны на Украине, на киво. Что скрывает украинский бурьян, в Григорьевке знают. На волне милитаристской истерии Киев согнал к восточной границе всю армейскую технику, что еще может передвигаться и, возможно, стрелять. Снимай, снимай их, снимай, снимай, снимай. Останавливайся, съезжай сюда. Снимай, Юля, снимай. Давай проезжай. Офигеть. Снимай. Куды? Ай-яй-яй-яй, позор Украине! Ну это просто истерика, самая настоящая. Украинские пограничники с бронежилеток, с автоматами? Ну да. А наши пограничники, не то что без бронежилетов, они же даже безоружен, насколько я понимаю, вообще с дубинками. Бинокль еще есть. Ждут нападения от России. Как видно, нападение, я же говорю, можно даже приехать сюда и посмотреть, у кого нападение. Кто с оружием стоит, а кто без оружия. Где рвы прорытые. Со стороны России, я говорю, даже ни одной канавы не прокопано. Нигде ни одной таблички не стоит, что там, как у них, вот, растяжки всякие поделанные. 25-тонные глыбы из бетона на украинской стороне границы, это как и ров идея губернатора-олигарха Таруте. Другой функции, кроме психологической, у укрепления нет. Даже не самый новый танк Т-80 способен прыгнуть в длину на 12 метров. Но реальность на Украине после переворота не имеет значения. Пока люди верят в угрозу, у новой власти есть шанс усидеть в креслах. Полную версию фильма расследования Евгения Попова смотрите сегодня в программе специальный корреспондент с Аркадием Мамонтовым в 23.50 на телеканале Россия.